Глава двадцатая. Совет о Томи. На другой день после возвращения Кортеса весь народ и весь город восстал, как один человек. Еще до рассвета с криками торжества и весело развивающимися знаменами, с криками ярости, устремились ацтеки на агов, которые ответили им ружейным огнем. Но принц Гуатемок, который повсюду был впереди и сражался, как лев, собрал вокруг себя своих воинов и с новой силой возобновил атаку. Все это я видел с вершины пирамиды в саду. На другой и на третий день продолжалось все то же. Бой кипел от зари и до зари. Битва была в полном разгаре. Весь народ был возмущен его словами. И буря негодования поднялась в многотысячной толпе. «Баба! Изменник!» Точно стон прозвучала в воздухе. Вдруг стрела пролетела над головами индейцев и ударила в императора. Вслед за ней целый град камней полетел в него. И царь упал тут же бездыханным. «Мы убили своего царя!» Крикнул чей-то голос. «Монте-сума умер!» И со страшным душераздирающим воплем вся эта многотысячная толпа бежала кто куда, точно преследуемая фуриями. О томе видела, как упал ее отец. Но я старался ободрить ее и всю в слезах проводил во дворец. Здесь мы встретили принца Гуатемока. Вид у него был грозен и мрачен. Он был в полном вооружении, в руках у него был лук. «Если хочешь, прокляни меня, о томе!» Мрачно вымолвил он. «Я пустил ту стрелу, что сразила твоего отца, этого государя, который от страха и суеверной робости превратился в женщину, в изменника своей страны и своего мужского достоинства!» О томе вытерла свои слезы и отвечала. «Я не могу проклясть тебя, Гуатемок. Сами боги поразили отца моего безумием, прежде чем поразила его твоя стрела. И лучше, что он умер и для него, и для народа. Тем не менее, Гуатемок, я уверена, что это преступление твое не останется безнаказанным, и сам ты погибнешь постыдной смертью. «Все в воле судеб», — отозвался он. «И это весьма возможно». «Но какой бы смертью я ни умер, я не умру изменником своей клятве и своему народу». И, повернувшись, он вышел, не взглянув ни на о томе, ни на меня. Это был последний день перед моей казнью, которая была назначена на следующее утро. Несмотря на смущение и уныние, царившее в городе, несмотря на скорбь и печаль по умершим, все религиозные торжества и церемонии исполнялись неукоснительно. И потому в эту ночь для меня был приготовлен роскошный пир. Я, окруженный своими женами, должен был принимать поклонение народа и знати, упиваться винами и наедаться явствами. Но все-таки пир больше походил на похоронную тризну. Не только я, но и все присутствующие были печальны. Все оплакивали своих дорогих и близких и готовились на следующий день встретить смерть в бою с врагом, который все еще держался в своем укрепленном дворце Аксы. Наконец пир кончился. И я бежал в свои покои в сопровождении своих трех жен. О томе же не последовало за мной. Я кинулся на свое ложе и, зарывшись лицом в подушке, стал скорбеть и рвать в отчаянии на себе волосы, моля Бога и проклиная свою судьбу. А под конец, истощив последние силы в этой бесполезной предсмертной борьбе, заснул. Мне приснилась далекая родина. И далекая, почти забытая среди этих ужасов и тревог невеста. Она любовно протягивала ко мне руки, как бы желая обнять меня. Я проснулся и вдруг увидел, что надо мною действительно стоит прекрасная женщина в белой одежде и любовно протягивает ко мне руки. Я кинулся к ней, прижал ее к своей груди и хотел поцеловать. Но прежде чем мои уста коснулись ее, ошибка вдруг разъяснилась. То была не Лили, а о Томи, дочь Монтесумы. Я выпустил ее из своих объятий и с глухим стоном повалился на подушке. Яркая краска залила на мгновение прекрасное лицо моей названной жены. И я понял, что мой поступок был оскорбительным для нее, любивший меня всей душой. Несмотря на это, девушка заговорила тихо и ласково. Прости меня, Тейль. Я пришла охранять твой сон, а не тревожить тебя. Пришла также еще раз до рассвета повидать тебя одного, чтобы помочь в чем-нибудь, если тебе нужно, или, по крайней мере, утешить тебя. Но ты, кажется, был утешен сном. Ты принял меня за ту, другую женщину, которая прекраснее и лучше меня. Да, я обманулся. Но что нам говорить об этом теперь, когда я готов погрузиться в вечную, беспросветную тьму? Я слышала, Тейль, что любовь, в ком она есть, озаряет эту тьму. Не тоскуй же. Там, в ярком жилище солнца, ты верно встретишь ее, а также свою мать, которую ты так любишь, и твоего старичка, давшего тебе и славу, и богатство, и, быть может, и меня. Но скажи мне, как сильно любит она тебя? Согласилась бы она умереть с тобой на жертвенном камне, как хотела это сделать я, если бы между нами было то чувство. Нет, она, может быть, не решилась бы на это. У нас не в обычае, чтобы женщины убивали себя, если их супруги или женихи умрут. Они, вероятно, считают за лучшее остаться в живых и заменить умершего другим мужем или женихом, спокойно сказала о Томе. Но в глазах ее сверкнул огонь презрения. — Ах, довольно об этом! — воскликнул я. — Но неужели ты, если любишь меня, ты, дочь Монте-Сумы, не могла спасти меня от этой страшной участи? О, если бы ты знал, Тейль, все, что я делала для этого! Я подкупала жрецов, заклинала отца, подготавливала вместе с Гуатымоком твое бегство, но все напрасно. — Ах, Тейль, я готова сейчас умереть за тебя! Но им нужен ты! Нужна жертва, угодная богам! Они уверены, что если на алтаре прольется твоя кровь, то умилостивленный Тецкот дарует нам победу над врагом. — А если бы я нашел средство убить себя, я мог бы уйти из рук жрецов? Нет-нет, пока ты жив, можно еще надеяться на спасение. К тому же, поверь, эта смерть хотя и страшна, но, говорят, мгновенно и безболезненно. Не мучить, не пытать тебя не будут. Этого мне удалось добиться от них. Умри же, как мужчина, без малодушия и слез. — Пусть никто не скажет про тебя, что ты боялся смерти. Подумай. Завтра ты переселишься туда, где нет ни скорби, ни печали, ни мук, ни унижений, где тебя ожидают вечная радость и блаженство. Прощай. Мы больше не увидимся до самого момента жертвоприношения. Прощай, дорогой друг. Я не мог надевиться этому геройскому духу, этой глубокой задушевности индейской девушки. Так я просидел, размышляя над ее словами вплоть до рассвета, когда ко мне явились художники-татуировщики, музыканты-сверильщики и слуги с пышным царским одеянием, подобного которому по великолепию я еще не видал. Все они приступили ко мне и стали заниматься моим последним нарядом. Натирать мое тело благовонными маслами, убирать мою голову, надевать на меня драгоценные уборы, убирая меня на смерть, как покойника. Все время не переставала играть музыка, песенники пели, танцовщицы исполняли свой замысловатый танец, а там за стенами дворца лилась кровь и кипел бой. Но об этом здесь все как будто забыли, всецело занятой торжественностью великой варварской религиозной церемонии. Продолжение следует...